Всем доброго трямса, с вами Грини и мы с вами продолжаем играть в геймдев тайкун. В прошлой серии мы практически обанкротились, да нет, на самом деле мы уже в полной жопе, минус 60 тысяч и мне кажется, что мы сейчас в банкрот и запишемся прямо в этой серии. Ну что, начинаем с того же самого места. Чтобы использовать услуги издательства, вы подписываете контракт, который определяет какую игру требуется создать. Внимательно изучите все условия, особенно минимальную требуемую оценку. Если игра не наберет необходимый минимум, вам придется выплатить штраф, а это ощутимая сумма. Кроме того, обратите внимание и на размер отчислений. Чем они выше, тем больше денег вы получите от продаж игры. Так, отлично, все замечательно. 7, средняя, целевая аудитория, так, для детей, так, 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 средняя, так, да, еще и на эту самую, да, на приставку, нет, на приставку это полное говно. Авансовый платеж 60 тысяч, да вы долбанулись, а. Так. Уберсофт, что-то мне это напоминает. Это такси игровое, видимо. Боевое искусство, симулятор. Штраф 180 тысяч, авансовый 90. И средняя игра. Ребята, мне кажется, что, как бы, ну, можно попробовать еще одну смертельную битву выпустить, но это будет симулятор, да, как я понимаю. Так, давайте попробуем подписать вот эту вот, ну, это будет, это будет, я чувствую, наша последняя песня, да, смертельная битва. Какая-то у нас три, а я не помню какая, опять три будет. По-моему, она уже была, на самом деле, смертельная битва 3, пускай будет смертельная битва 4. А, нет, давайте вот так вот, перезагрузка. Теперь вы понимаете, да, что люди называют, там, допустим, матрица перезагрузка, это не потому, что, как бы, это, вот, они хотели назвать перезагрузка, а потому что, короче говоря, они лоханулись, они забыли, какая, на самом деле, по, как бы, по счету должна быть игра. Так, стоимость 150 тысяч, да вы долбанулись, а? Так, а, а я не помню для кого она должна быть. Мы, мы в говне, по-моему. По-моему, мы в говне, я, я, я реально не помню. 215 тысяч, мы, мы в дерьме. Так, 60 тысяч. Так, привет, босс, я немного разбираюсь в системах безопасности, могу сказать, что наш офис определенно нуждается в их модернизациях. Да какая модернизация? Какие 50 тысяч? Мы в дерьме, нас сейчас выгонят из этого офиса, мы поедем обратно в гараж. Будешь там заниматься, блин. Так, значит, что, что у нас дальше? Перетащите сотрудника. Значит, здесь нам что нужно? Вот это, вот это нам не нужно вообще. Значит, давайте движок, геймплей на максимум. Так, 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 значит, технически, технически, кто у нас технически самый клевый? Вот этот вот самый клевый технически. Так, геймплей. Я не знаю насчет дизайна. Давайте вот тебя поставим сюда. Тут вообще, по-моему, не надо ничем заниматься. Отлично. Так, смотрите, мы пока еще не в полном дерьме. Может быть, нам все-таки дадут хоть чуть-чуть выкрутиться из этого говна. Так, через 4 недели состоится крупная игровая выставка. Да какой там, блин? А как вообще нам туда не ехать-то? Ёшкин, ты матрешкин. А можно это просто тупо закрыть? Да, это можно, оказывается, просто тупо закрыть. Этап разработки 2. Значит, интеллект искусственный. Диалоги в минус. Искусственный интеллект на максимум. Так, дизайн уровня. Нет, давайте мы вот как-то вот так вот сделаем. Так, технически, техническая часть у нас будет. Вот ты будешь заниматься дизайном уровней ты, а Ральф опять ничем не будет заниматься. Ну, действительно, почему бы и нет. Полный газ нас как-то еще выручает, но мне кажется, мы в говне, ребят. Вообще полный отстой. Мы просто в нулях сидим еле-еле. Так, дизайн мира, звук. Так, графика. Ну, как-то да, как-то так, наверное. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Слушай, ну, если мы тебя сюда назначим, 137% по-моему получается. Это полное говно. Так, нет, давай мы тебя сюда вот. Вот так вот мы сделаем. Попробуем. По-моему, я забыл что-то настроить. Ваша компания находится на... Так, после... Мы выдадим займ на сумму. Через год выдад... Сколько? Нет, согласится взять займ. Сейчас она обязательно должна выстрелить. Она должна выстрелить, ребята. Но мы в дерьме. Ну, смотрите, зато она, насколько она технологичная. Только баги мы запаримся исправлять. 218 тысяч, не все так плохо. Сегодня Sony анонсировала свою консоль под названием PlayStation. Вот она, оказывается, PlayStation. Судя по всему, после разрыва с Nintendo, компания полностью переработала ранний прототип PlayStation. Play System, точнее. Ну, получился PlayStation. Новая PlayStation оборудована CD-приводом и 32-разрядным процессором. И принадлежит исключительно Sony. Пожалуй, это действительно можно считать началом нового поколения консолей, заявляют профессионалы Nintendo. А, заявляют профессионалы Nintendo от комментариев отказалось. PlayStation появится на рынке через два месяца. А мы в говне. Где ж мне взять миллион-то, чтобы отдать им сиквелы? Опа. То есть мы можем продолжение делать, наконец-то. Давайте завершаем все. Завершаем. Пожалуйста. Так, новый рекорд технологичности. Ну ладно, с этим хотя бы все в порядке. Только не... Да что ж такое? А, зелененький. Ну, зелененькому зарплату не надо платить. Хрен с тобой. Ральф Костер, блин. Вот так. И теперь 28 тысяч тебе надо платить. Охренеть можно. Мультиплеер развития персонажа улучшенный ИИ. Ребята, помолимся. Помолимся. Ну мы в говне на самом деле. Мы в говне. Средняя оценка там... О, все. Все, ребята, мы сейчас получим штраф, короче. Мы просто, мы просто во всеобъемлющем дерьме. Так, окей, окей. Давайте мы, значит, создаем сразу новую игру и называем ее... Так, попробуем на этом вылезти. Так, тайкун, геймдев тайкун. Малая. Выберите тематику, значит. Разработка игр. Выберите жанр симулятор. Выберите платформу, естественно, писюк. И вы... Так, грюните. По-моему, этот движок говно. Как мне кажется. Нет, см... Так, смотрите-ка. Мы все-таки вылезаем, да? Там за счет издательства мы вылезаем. Хотя игра полное говно. Так, сюжеты, квесты. В симуляторе они не нужны. Значит, движок. Давайте повысим геймплей. Ну это все хорошо. Продолжаем. Не оправдал ожидания. В соответствии с контрактом, с вашего счета будет списан штраф. Мы в дерьме. Сегодня была выпущена новая игровая консоль PlayStation от Sony. Так. А что за странные звуки? Бум-бум-бум-бум-бум. Так, диалоги не нужны. Дизайн уровней. Искусственный интеллект на максимум. Дизайн уровней давайте поменьше сделаем. Вот как-то так, наверное. Да, слушайте, денег-то не особо нам с этого капает. Ну так, как бы в плюс идем, но все равно очень мало, потому что львиную долю забирает себе издательство. Так, дизайн мира давайте поменьше сделаем. Вот как-то вот так вот мы сейчас повысим. Открытый мир вообще-то тут, наверное, и не сильно и нужен. Давайте-ка мы не будем здесь делать открытый мир, как мне кажется. Хотя, может быть, это ошибка. Возможно, это ошибка, ребята. Так, ну зато технологически она получилась неплохой, неплохой, да. Так, завершаем. Завершаем и надеемся, надеемся и верим. Новая комбо. Так, дизайн мира, новый уровень. Выпустить игру. Смена дня и ночи, отлично. Но только нам не на что вообще тут. Так, 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 смертельная битва, полный газ. Ну ладно. Давайте вот так вот сделаем. Так, парень, давай, иди в отпуск, звездуй. Так, первые обзоры. Кто там говорил про 10, 10, 10? Нет, на самом деле, движок именно то, на чем следовало сфокусироваться, и им это удалось. Да что ж такое-то, ребята, что происходит вообще? Что происходит? Да, мы в дерьме, ребята. Так, анализ игры. Давайте посмотрим, что такое у нас тут по геймдеву. Может быть, надо было еще движок круче сделать. Начало создать игру в игре. Мы получили достижение новое, но мы все равно в дерьме. Какая разница? Так, смертельная битва все еще продается. Мы еще кое-как... Кое-как мы еще продвигаемся. Так, и давай мы тебе тоже сделаем исследование. Значит, сиквелы. Начать исследование. Нам надо делать новый движок. Но, блин, ну ничего не получается. Так, смертельная битва, перезагрузка. Сделали следующие выводы. Симулятор сочетается превосходно. Превосходно. Дизайн уровня и довольно важный аспект игр такого типа. Сочетание платформ, симулятор превосходно. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ребята. Это как бы печаль, беда и разочарование. Так, мы закончили анализ игры. Так, разработка превосходна. Диалоги и неважный аспект. Это мы знали. Сочетание тематики превосходно. Нам следует полностью использовать ресурсы всей команды для разработки игры. Ну, я так и думал. Надо делать средние игры, ребята. Надо делать средние игры и, мне кажется, надо еще, еще нанимать сотрудника. Так, примеры своих. Что такое шоу-рел? Так, сложные алгоритмы. Примеры своих игр. Ну, давайте попробуем вот еще одного сотрудника нанять. Стоимость 100 тысяч. Может быть, из этого что-то получится. Так, может быть, через издательство все-таки попробуют поискать. Так, что-то не очень. Айс, на самом деле, скорость 272, но исследование так себе. Так, дизайн технологии. Еще один технологический маньяк. Вот, кстати, 270. Давайте еще одного на дизайн наймем. И парню мы дадим сейчас... Так, так, так. Исследование, обучение. Давайте тренинг для новых сотрудников сделаем. Так, подожди. Тебе надо в отпуск? Что это такое? Ням-ням-ням. Что-то ему не нравится. Что-то ему сильно не нравится. Уволить, может, его нахрен. Так, хорошо. Давайте посмотрим по поводу издательства. Так, мы будем только на PC делать. Любая тематика, квест. Ну, в принципе, в принципе, давайте попробуем сделать вот этот вот квестик. Значит, выберите тематику. Давайте посмотрим, что мы тут можем сделать. После апокалиптика, путешествие. Давайте вернемся к путешествиям во времени. У нас уже был такой вот момент. Мы сделали как-то хорошую игру с вами. И здесь вперед в прошлое. Назовем ее. Это было назад в будущее. Теперь будет вперед в прошлое. Выберите движок. Грюнити. Кстати, Грюнити давно бы пора уже обновлять, в принципе. Так. Попробовать сделать среднюю игру? А, ну да. Она, собственно, средней будет. Даже не попробовать, а прям вот таки надо делать среднюю игру. Потому что иначе мы в дерьме. Так. А, чувак занят, да? Сюжет, квесты. По максимуму движок поменьше. Геймплей чуть-чуть тоже поменьше. Даже движок давайте вот так вот. Вот так сделаем. Значит, сюжеты, квесты. А это к чему относятся вообще? Сюжеты, квесты. Так. Ну, давайте, значит, с дизайном на геймплей. На геймплей, да. Ты сюда пойдешь, а сюда у нас, блин, сюжеты, квесты. Техника это или дизайн? Черт его знает. Давай, давай вот тебя вот назначим. Хотя, не-не-не, давай вот так вот. Потому что сюжеты, квесты здесь самое важное. И, по-моему, хреново то, что они какие-то уставшие. А этот вообще еще и тренинг проходит одновременно. Мы в дерьме, короче, опять. В очередной раз. Так, еще и баги прилетели опять. Так, диалоги максимум. Искусственный интеллект тут нахрен не нужен. Это, блин, это же квест, е-мое. Какой искусственный интеллект? Диалоги, значит. Диалоги, диалоги. Черт его знает. Давайте вот так вот сделаем. Так, на искусственный интеллект. Понятно, кого, того, у кого интеллекта нету. И тебя вот сюда вот отправляем. Окей, понеслась. Ну, продолжаем надеяться и верить. 28 тысяч баблянского у нас с вами осталось. Мы опять в дерьме. Мы опять в минусе просто в полнейшем. И что-то я сомневаюсь, что игра вообще хоть какую-то оценку заработает. Графика. Графика на максимуме. Звук так себе. Дизайн мира давайте уменьшим. Значит, графика. Понятно, кто будет заниматься. Этим будет заниматься зелененький. Так, ты давай сюда. И вот она вот сюда вот. Полтона, точнее. Открытый мир. Ну, нахрена в квесте открытый мир? Это чтобы запутаться нафиг и не найти совершенно. Хотя давайте добавим. Сделаем такой вот редкий квест, в котором мир открытый. И сам знай, мы в говне. Через три месяца вам надлежит вернуть банку условленную сумму. Если игра не выстрелит, то это будет последняя серия, судя по всему. Мы обратно в гараж переедем. Вот. А я буду скрываться, потому что за мной будут всякие там, я не знаю эти как их, коллекторы носиться и пытаться с нас денег снять. Так. Некоторые финансовые сложности. Нет, стать банкротом. Господи. Все. Все. Теперь мы попали, короче. Теперь за нами точно будут охотиться коллекторы. Новый рекорд у нас есть по дизайну, но что-то мне подсказывает, что это нам не поможет, ребята. Выпускаем игру и пытаемся надеяться на то, что что-то из этого хорошее получится. Так. Да и уходи ты куда хочешь с рынка. Мы сейчас уйдем в гараж. Так, так, так. Давайте. Пожалуйста. Да вы прикалываетесь! Ребята, в следующий раз я из гаража не буду переезжать, как мне кажется. Ну его нахрен. Не оправдало ожидания. Мы слишком много денег потратили туда, куда не надо было тратить. Да. Да почему ни о чем-то, ешкин ты кот? Почему? Что случилось? Что произошло? Отлично. Отлично. Просто, просто, сука, замечательно. Так. Да. Хрен с тобой. Хрен с тобой. Просто создать новую игру. Давайте смотрим. Значит, малые игры. Выберите тематику. Значит, зомби экшен у нас уже был. Зомби. Давайте. Обитель. Зла. Так. Все. Зомби. Выберите жанр. Ролевая. Наверное. Подождите. Нет. По-моему, мы уже делали ролевую. Нет? Давайте зомби экшен сделаем. Да. Выберите платформу. Писюк. И выберите движок устаревший в говно. Грюнити. С 3D графикой опять. Попробуем ее немножко прокачать еще. Так. Так. Движок. Движок. Максимум. Да? Геймплей. Квесты здесь нахрен не нужны. Геймплей. Вот как-то так. Да. Говорили мне, что я обанкрочусь. Ну, я так и думал, в принципе. Так. Вашим счетом списано 1,7 миллиона. Чего? Мы в говне опять. Потрясающе. Супер просто. Супер замечательно. Значит, диалоги в минус. Искусственный интеллект повышаем. Дизайн уровней повышаем. Нет. Давайте искусственный интеллект будет на максимум. Нет. Надо было все-таки... Вы банкрот, ребята. Ну что, вот как вы понимаете, на этом все и закончилось. Мы только что получили подтверждение информации, что компания Grinny Studio, которая в последнее время испытывала финансовые затруднения, объявила о банкротстве. Судя по всему, все активы компании были куплены Electronic Max Production, гигантом игровой индустрии. Суки! Представитель Electronic Max Production сообщил, мы очень рады, что приобрели права на все ранее выпущенные игры от компании Grinny Studio. Многие поклонники компании Grinny Studio выразили свое недовольство этой новостью. Вы в дерьме. Здесь ваш путь завершается. Вы можете загрузить сохраненную игру, перезапустить этот уровень или начать игру сначала. Давайте начинать сначала, потому что я же говорил, что мы переедем в этот долбаный факинг гараж. Так, да я в курсе, что игра, как бы, что меня переносит во времени. Значит, название компании. Я надеюсь, что оно все еще принадлежит мне. Grinny Studio. Дио игрок, собственно говоря, Grinny. Так, Grinny. Так, нет, девочку мы точно не будем... Мне кто-то говорил, что я выбрал девочку. Нифига себе! Я был мальчиком, мальчиком и останусь. Так. Разблокировать подсказки. Так. Так как вы играли, вы можете использовать все радиополученные подсказки в новой игре. Хотите импровизировать все под... Чего? Импортировать подсказки в игру? Ну, давайте. Да. Господи, что тут у нас? Так. Так, создать новую игру больше мы ничего не можем все равно сделать. Давайте начнем... Так, подождите, выберите тематику. Киберпанк. Киберпанк. Чего мы сразу сходим? О, тайны. Тайны и квест. Тайна. Ну, будем, так сказать... Как это сказать? Будем оригинальными, да. Значит, 2D графика. Начинаем разработку и будем надеяться на лучшее. На чудо, так сказать. Короче говоря, все-таки не надо было набирать столько сотрудников. Вот мне кто-то советовал, набирай больше сотрудников. Хрен там плавало, ребята. Не надо набирать много сотрудников. Не надо. Так, движок. Давайте все на квесты мы замешаем вообще. Вот просто все на квесты замешаем. Геймплей вот так вот. Все остальное на квесты. Нет, я все-таки пройду эту заразу. Я ее пройду. Буду сидеть в гараже до посинения. Диалоги максимум. Дизайн уровня. Итак, искусственный интеллект в ноль. Вот так вот. Я стану умненьким и пройду эту игру. Надо просто относиться к этому серьезнее. Все, сосредоточились. Будем очень-очень максимально серьезным. Так, дизайн мира давайте уменьшаем. Звук. Звук так и оставляем. Все отлично. Вот, во-первых, моя ошибка. Это много сотрудников. Во-вторых, то, что я не обновлял движок правильно. Вы говорили мне, не надо обновлять движок. Надо было. Потому что он технологически убогий был. И в этом была причина еще в том, что я дурак. Так, завершаем. И надеемся на чудо. Давайте надеемся на чудо. Вдруг нам сейчас повезет. И буквально вот нам скажут, что мы охрененные. Тайно появились первые обзоры. Нет, мы в говне. Да что ж такое-то? Чего не оправдало ожидания-то? Алло. У нас на диалоге прям буквально... А, смотрите. Прекрасно. Черт, неплохо. Все компенсировалось тем, что... Короче говоря, последний поставил нам 4. Сучка, крашеная. Так, выпустил первую игру. Тайно ее приняли благосклонно. Ну, будем надеяться. За первую неделю мы продали 2,8 копий игры. Круто! Игра заняла 82-ое место в хит-параде. С конца. Игра тайно была настолько успешной, что теперь у нас есть 16 фанатов. Офигеть, ребята. Мы круты. Так, значит, тайный квест сочетается превосходно. Геймплей не очень важный аспект игр такого типа. Превосходно. Превосходно. Значит, давайте посмотрим, что у нас по исследованию. Новая тематика. Свой игровой движок. Да нет, нам, наверное, пока хватит того, что есть. Давайте выберем тематику. Дикий Запад. Значит, это у нас будет экшен. И это будет как... Дикий Билл. Гейтс. Выберите платформу. Писюк. Дальше. 2D графика. Безусловно. Будем выпускать экшены. Экшены должны заходить, потому что люди еще... Ну, они хотят стрелять, они хотят воевать и так далее. Значит, сюжет на минимум, движок на максимум, геймплей где-то посерединке. Чуть-чуть выше среднего. И опять-таки будем надеяться на то, что у нас что-то прокатит, и мы выпустим какой-нибудь более-менее... О, 44 фаната. Уже не так плохо. Диалоги. Диалоги в минус. Они вообще тут нахрен не нужны. Искусственный интеллект повыше. Дизайн уровней на максимум. Искусственный интеллект чуть-чуть пониже. Вот как-то так. Может, из этого что-нибудь получится. Выйдет что-нибудь из этого. Так. Дизайн мира. Дизайн мира... Слушайте, нет. Вот так вот, как сейчас есть, так пускай и будет. Дизайн мира в говно. Графику и все остальное на максимум. Какой нафиг дизайн мира, если там компьютеры допотопные, там все в пикселях? Правда, и сейчас все в пикселях. Просто пикселей больше. Так. Завершилось. Смотрите, мы даже... Нет, мы не в плюсе. Мы в дерьме. 68 тысяч мы заработали. Но, с другой стороны, мы уже разработали еще одну игру. И поэтому мы, по идее, в плюсе. Завершаем. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Мы получили новый рекорд. Это клево. Значит. Выпускаем игру. И на этом мы с вами потихонечку заканчиваем. Сейчас вот посмотрим результаты. Что там у нас по баллам. И на этом мы с вами будем заканчивать. Ну, я чувствую, что хит мы хрен выпустим. Многообещающе. Так. Видите? И так как мы переехали обратно в гараж, собственно, никакого 7-3 тысячи, о котором меня спрашивали, видимо, уже не будет. По крайней мере, от той конторы. Но мы хитрозадо и назвали контору опять так же. Ну, что, чуть-чуть выше среднего. Что, ребят? На этом мы с вами будем заканчивать. Если вам понравилось это видео и понравилось, как я нафиг обанкротился, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Заходите в группу ВКонтакте, на стримы. А с вами был Гринни. Всего доброго и всем пока.